Здравствуйте, уважаемые друзья! Это 341-й эпизод подкаста Траблшутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас! Евгений, доброго дня! Олег Брагинский, основатель школы Траблшутеров, автор 11 видеокурсов, сотни вебинаров, 32 книг и 1000 статей, руководил двумя сотнями проектов 26 индустрии, их 50 стран, один из наиболее просматриваемых людей, планет и сети делоконтактов LinkedIn. Словосочетание «слияние» и «поглощение» — что-то, кажется, из области высшего топ-менеджмента. Будем разбираться, возможно, это так, возможно, и нет. Это сегодня наш навык, Олег. Что мы понимаем под этими двумя русскими словами, но с явно западной менеджерской подавлёгой? Слияние — это объединение различных объектов в одно целое, таким образом, что образуется единый объект с едиными свойствами. Термин «слияние» употребляется в отношении жидких предметов, общественных и природных явлений. Это слияние народов, слияние с окружающей обстановкой, средой и слияние компаний. В терминах нашего подкаста «слияние» — это объединение хозяйствующих субъектов, в результате которого образуется новая экономическая единица. Выделяют такие разновидности — слияние форм и слияние активов. Слияние форм — это объединение, при котором слившиеся компании прекращают существование в качестве автономных юрлиц и налогоплательщиков. Компания, образованная путем слияния, берет под контроль и управление все активы и обязательства перед клиентами компаний, принявших участие в слиянии. Слияние же активов — это объединение компаний, при котором А. Собственники компании передают исключительные права контроля над своими компаниями создаваемой компании в качестве вклада в установной капитал. И. Б. Деятельность и организационно-правовая форма компаний сохраняются. Поглощение же — это сделка, совершаемая с целью установления стопроцентного контроля основного общества над хозяйствующим обществом, осуществляемая путем приобретения более 30% установок капитала, акций или долей поглощаемой компании с последующим присоединением поглощаемой компании к основному обществу. Еще очень важно вспомнить присоединение. Это объединение компаний, при котором одна из них, основная, продолжает деятельность, а остальные утрачивают самостоятельность и прекращают существование в качестве юридических лиц. К основной компании переходят все права и обязательства присоединенных компаний. Ну и, наконец, влияние поглощения. Английская аббревиатура, как вы правильно сказали, M&A. Это класс экономических процессов укропления бизнеса и капитала, происходящих на макро- и микроэкономических уровнях, в результате которых на рынке появляются более крупные компании. Поглощение может применяться предприятием, чтобы дополнить ассортимент предлагаемых товаров, как более эффективное в сравнении с организацией нового бизнеса-альтернатива, за счет приобретения нового предприятия вместо организации, скажем, какого-то. Кому и для чего вообще нужны эти самые слияния и поглощения, Олег? Тут уместно вспомнить понятие мотива сделок, а они бывают такими. Это демонстрация оптимистических финансовых показателей в краткосрочном периоде, это недооценка поглощаемой компании на финансовом рынке, синергия для использования эффекта масштаба, стремление купить патенты и технологии, повышение качества управления, желание построить монополию, личные мотивы менеджеров, охота за клиентской базой, стремление к росту и диверсификация. Наверняка есть разные типы, виды и классификации этих самых слияния и поглощения. Если да, то как нам их классифицировать и типизировать? Давайте по нашей традиции возьмем пять, и я расскажу буквально по паре слов по каждой. По интеграции бывают дружественные или враждебные, горизонтальные или вертикальные. По территории – национальные, транснациональные. По бизнес-портфелю – производственные и финансовые. По объединению потенциала – альянсы и корпорации. И по реорганизации – однорынковые и разносферные. Правила слияния и поглощения в целом наиболее общие. Как они звучали бы, если их можно сформулировать? Ну, обычно говорят не о правилах, а об основаниях. И они выделяются оборонительные и наступательные. Оборонительные мотивы горизонтальной интеграции таковы. Это перехват инициативы исследований, устранение избыточных мощностей, эффект масштаба производства, приобретение управления, устранение конкурентов, поддержание цены и достижение роста. Оборонительные мотивы вертикальной интеграции – это достижение сырьевой обеспеченности, контроль поставок соперников, ограничение конкуренции, захват рынка, рынков сбыта, контроль цен. Оборонительные мотивы диверсификации – это распределение делового рынка, уменьшение циклической нестабильности и замена недодеятельности переживающего спад. И, наконец, наступательные мотивы – это политика агрессивного роста, финансовые возможности, освобождение от активов, личные обстоятельства и вытеснение с рынка. И по традиции основные ошибки, самые главные, которые допускаются при слияниях и поглощениях. Как они формулируются? Назовем 7. Это пренебрежение к качественным сборам информации, убежденность, что в бизнесе 1 плюс 1 всегда будет более чем 2, коммуникация формальная или щель сквозь зубы, лень корректировать настроение коллектива, слабая квалификация исполнителей, слабый небрежный или неполный анализ и отсутствие конфиденциальности. Какие этапы проходят, через какие этапы проходят процедуры слияния и поглощения? Видимо, есть некая идея, начало, производство этого процесса, завершение. Давайте пытаемся выделить самое главное. Вы знаете, вот этот вопрос очень сложный. Бывает от трех вариаций, когда говорят проявление интереса, захват цели и активация ресурсов до 100 пунктов. Мне больше нравятся модели с 15 пунктов. Это определение стратегии, подборка квалифицированной команды, проектирование конечных результатов, формулирование критериев к результирующей компании по их целевому объекту, переговорный процесс с претендентами, составление короткого списка, формализация деклараций, оформление соглашения о намерении и анализ приобретаемой фирмы. Далее, структурирование операций, осуществление сделки, интеграция компании в переходный период и оценка достигнутой синергии. У слияния и поглощений много бенефициаров, результатов, которые заинтересованы в результатах этого действия. Мы их называем стейкхолдерами. Кстати, посмотрите выпуск «Эффективное стейкхолдерское мастерство». Возьмем основных главных стейкхолдеров, акционеров, у которых структура собственности изменяется. Слияние и поглощения. Какая их роль в процессе слияния и поглощения? Акционеры должны поставить цели намечающемуся проекту, замотивировать исполнителей под будущую задачу, начать спокойные разговоры, чтобы взбудоражить, еще говорят, вспушить рынок, осмотреть ранних ходоков, чтобы напитаться первичной информацией и определить параметры финансово-временные, юридические и территориальные. Следующий тип стейкхолдеров – это топ-менеджмент. Интересы их сходны, но в том числе и отличаются от интересов акционеров. Какая их роль в процессе слияния и поглощения? Ведь они его, собственно, и будут реализовывать своими руками. Ну, первое – это тщательно получить задачу от акционеров и задать рамочные опросы. Второе – выделить помещение сотрудников и транспорт для команды исполнителей. Третье – держать рот на замке, мониторить рынок, не высказывать радужных ожиданий. Четвертое – соблюдать корпоративную этику и твердо отказываться от попыток стимулирования. Пятое – действовать в интересах акционеров, успокаивать коллектив, не допуская конфликтов. Процесс слияния и поглощения весьма сложен и зачастую требует привлечения независимых консультантов, третьих лиц, которые сопровождают, советуют. Какова их роль в этом процессе? Первое – вести в курс обычного хода сделок акционеров. Второе – провести обучение топ-менеджмента. Третье – дать рекомендации исполнителям. Четвертое – представить шаблоны договоров. И пятое – отформатировать пространство будущей сделки. Из хоряя здравого смысла понятно, что процесс слияния и поглощений весьма затратен по времени и по ресурсам. Давайте попытаемся оценить эти затраты. Каковы они? Ну, первое – придется подключать посредников, консультантов, экспертов. Это обойдется до 10% сделки. Причем, чем крупнее операция, тем процент будет ниже. Второе – предстоит провести десятки, а то и сотни встреч. Для этого можно либо оборудовать переговорную офисы, что хлопотно, либо проще рекомендуют договориться с приличным рестораном о VIP-комнате. Ну, наверное, будет от 5 до 10 тысяч долларов в день. Третье – желательно организовать варрум, или еще говорят, командный пункт операции. Это помещение, в котором будут работать вовлеченные специалисты и сотрудники с документами объекта сделки. Ну, наверное, 1020 долларов тоже в месяц. И еще продумайте расходы на проведение due diligence, аудита и оценки рисков. Это инвестиционщики, бухгалтеры, аналитики разберут претендента вашего по косточкам. Ну, тоже, может быть, от 50 тысяч долларов, наверное, до миллиона. И последнее – если сделка крупная, вам предстоит договариваться с миноэтарными акционерами и получать разрешение антивонопольных служб. Тут, конечно, уже будут расходы очень серьезные. А что, собственно, является результатом процесса слияния и поглощений? Как понять, что оно завершено? По каким критериям? Должны появиться первое – единая компания с общими активами, управлением стратегией. Второе – понимание ближайших задач IT-интеграции и соединенной объединенной инфраструктуры. Налажена производительность, производственная деятельность и построена совместная отчетность. Запущены переходные корпоративные процедуры, общие проекты, совместные комитеты. И следы воедины – база клиентов, регламентная документация и система планирования учета. Как оценить эффективность завершенного процесса слияния и поглощения по какой системе показателей? Используют две системы показателей и так называемые подходы. Есть ретроспективные и перспективные. Ретроспективные – их три. Это бухгалтерский – сравниваются финансовые показатели до и после проведения сделки и рассчитываются по бухгалтерской отчетности, что было, что стало. Вычисляется дельта. Второй – это рыночный. Изучается реакция фонда в рынке на сделку, анализируется доходность акций компании до и после сделки, после чего делается вывод о результативности. И комбинированно изучается корреляция между изменениями финансовых показателей и изменением доходности акций компании. Перспективные. Есть доходный. Он делится на дисконтированные денежные потоки и капитализации. А, еще и комбинированные есть. Сравнительный. Это сбор информации по схожим сделкам у компании аналогов и выбор сопоставимых. Это расчет соотношения рыночной цены компании аналога и выбранного финансового параметра в качестве которого может быть чистая прибыль, прибыль для уплаты процентов и налогов, денежный поток, выручка, дивиденды и что угодно. И определение стоимости компании цели путем умножения аналогичного финансового параметра компании цели на такой же показатель. И есть метод затратный. Когда оценочная стоимость собственного капитала определяется как разница скорректированная балансовая стоимость активов и текущих обязательств компании цели. Синопедический эффект выразится в увеличении стоимости имущественного комплекса новой объединенной компании. Какие примеры удачных и не очень удачных слияний поглощений в мире мы можем привести? Давайте по десятке. Удачные. По возрастанию. Facebook поглотил Instagram за 1 миллиард. Yahoo приобрел Broadcast за 5,7 миллиардов. American Airways осуществила сделку слияния с US Airways за 11 миллиардов. Unilever поглотил Best Food за 13,4 миллиарда. Mars сделал сделку слияния с Rigley за 23 миллиарда. Silver Lake купил Dell 24,4 миллиарда. Compact слился с Hewlett Packard за 25 миллиардов. Chevron купил от Exaca за 100 миллиардов. America Online приобрела Time Warner за 186 миллиардов. И моя любимая сделка Exxon сделала сделку слияния с Mobile за 250 миллиардов. Это удачное. А вот неудачное, если честно, мне такое чувство, что больше всего не везет Microsoft. Я уж пожалел, не стал рассказывать о всех. Может было, честно говоря, все 10 сделок неудачных Microsoft. Но я решил оставить, наверное, меньше количества. Итак, Cisco и Linksys 500 миллионов не получилось. Microsoft и Danger Incorporated тоже 500. Не получилось. MySpace и News Corporation за 580 миллионов. MySpace это раньше было круче, чем Facebook. eBay и Skype 2,6 миллиарда. Развалилось. Bank of America и Countrywide 4,1 миллиарда. Не вышло. Microsoft и Quantity за 6,3. Пролет. Microsoft и Nokia 7,9. Пролет. HP и Autonomy за 11,1 миллиарда. Неудача. Google и Motorola Mobility не выстрелило, а было потрачено 12,5 миллиардов. AOL и Time Warner, по-моему, 164 миллиарда. И Daimler, Benz и Chrysler за 36 миллиардов. Более крупные неудачные сделки мне, по-моему, неизвестны. Понятно, что при слиянии и поглощении сталкиваются интересы десятков, сотен, а иногда и, может быть, и тысяч людей. И неизбежно возникают конфликты. Какого рода конфликты и между кем типы их возможны при слияниях и поглощениях? Первое – это открытый саботаж, итальянская забастовка или массовые уходы руководителей. Второе – это языковые и культурные различия между акционерами и топ-менеджерами, которые заходят в тупик. Третье – это утечка мозгов вследствие повышения контроля и давления бухгалтерии. Четвертое – это неповоротливость объединенного механизма перед угрозой конкурентов. И пятое – запреты ограничения на исследования в партнерских отраслях. Какие негативные последствия, которые наверняка могут возникнуть в ходе слияния и поглощения, ну, как, например, собственно, неудачи, в том числе, способны возникнуть в ходе слияния и поглощения и как их предвидеть? Ну, во-первых, для кого могут быть такие последствия в ходе слияния и поглощений? Они возможны для крайне широкого круга лиц и группы. Это чиновники, акционеры, менеджмент, консультанты, ключевые сотрудники. Среди наиболее важных я бы такое отметил бы. Первое – это уголовное преследование вследствие предоставления неверной информации или недостоверной отчетности. Второе – это обвинение в сокрытии ценной информации, влияющей на стоимость сделки. Третье – слишком большая доля рынка, которая чревата антимонопольным расследованием. Четвертое – это агрессивные действия по наведению порядка. Это, скорее всего, будут суды с обиженными. И пятое – разглашение конфиденциальной или стратегической информации. Как обучаться и можно ли обучаться, если только не на практике, тем самым слиянием и поглощением, Олег? Ну вот, где вы уже меня поймали, так поймали. Не знаю, где профессионально учат сделки МНА. Я встречал курсы в составе MBA и Executive MBA, но о системном сфокусированном обучении я никогда и нигде не слышал. Неплохим вариантом считал бы поработать в большой четверке, в фэмили-офисах миллиардеров, инвест-компаниях, международных банках и транснациональных аудиторах. Других вариантов я пока сходу не вижу. Какие интересные кейсы, связанные со слиянием и поглощением, были в практике Олега Брагинского по традициям? Как ты работал в инвест-компании, и мы нередко вели сделки МНА. И мои обязанности менялись годами. Но самым интересным периодом, я считаю, время, когда готовил справки на рынки, отрасли, компании и персонали. Это было время, когда интернет еще был пуст, информацию приходилось добывать из региональных газет в бумажном виде. Мы ввели базы персоналей внимания и объектов интереса предприятий. Сделки совершались каждые 3-5 недель. Это был постоянный драйв, который сдвинул далеко вперед рамки, барьеры и ментальные границы. Казалось, что возможно все и доступны все. Среди клиентов были богатейшие люди различных стран. На расходы практически не ограничивались. Мы могли добыть любые данные и встретиться с нужными людьми где угодно. Деньги приумножались с бешеной скоростью. Двери кабинетов открывались безоговорочно. Консультанты прилетали со всего света. Так были приватизированы крупнейшие предприятия страны СНГ. Но, наверное, более всего мне запомнилось не это. Однажды малую команду, и меня в том числе, вызвал шеф и сказал, мы объединяемся с такой-то компанией. На рынке скажут слияние. Но я требую, он по столу стукнул и сказал, я требую от вас поглощения. Мы выше такие все агрессивные, заряженные, но это оказалось непросто. Мы столкнулись с почти равными профессионалами на их поле. Скажем честно, громкой и быстрой убедительной победы не получилось. Вышла долгая, кропотливая работа на годы, и не во всем мы победили. Кстати, а как часто значения этих слов путаются в голове главных инициаторов, и им принципиально важно поглотить, а не слиться? Ведь тем самым имя в первом случае сохраняется, во втором все-таки утрачивается. Вы правильно говорите. Есть люди, которых называют альфа-самцами, и вот для альфа-самцов для них почему-то категорически важно кого-то поглотить, съесть и так далее. Но мы с вами уже говорили в подкасте «Антропология», что если говорить честно, то как раз альфа-самцы первым-то и погибают. И эта история о том, что они самые мудрые и сильные, это вранье чистой воды, и антропологи этому спротивляются. То же самое и в бизнесе. Если вы начинаете слияние, начинается, наверное, на всех фронтах, которые можно в конце концов, как вот мирное русло. Но если вы начинаете поглощать организацию, то в любую секунду могут быть диверсии любого масштаба с любыми последствиями. Поэтому, к сожалению, это кровавый путь. Когда речь идет о слиянии и поглощении активов, находящихся в разных странах, какие здесь могут возникать страновые, культурные, религиозные и так далее, особенности? В США и Великобритании МНС-сделки – это традиционный механизм корпоративного контроля. Америка давно характеризуется территорией мегаслияний. Особенно это заметно в сфере технологий, пищевопромышленности и банков, где компании глотают одно за другой, с легкостью отваливая миллиарды и вытесняя идеологов за пределы на периметрах. В Европе преобладают так называемое дружественное поглощение с учетом интересов территории, местных сообществ, сотрудников, контрагентов. Почти не встречаются спекуляционные и дробительные сделки для перепродажи. Япония неукоснительно придерживается принципа исключительной добровольности предстоящего объединения, чему способствуют жесткие институциональные и социальные барьеры. Тут широко распространены закрытость компаний и взаимное владение сделками в цепочках поставок. Если же мы говорим про религию, действительно есть истории, когда особенно на арабских территориях не все сделки можно совершить именно по причинам веры в разных высших существ и так далее. Как будут звучать главные рекомендации по слияниям и поглощениям, для чего они не были бы нужны нашим зрителям и слушателям от Олега Бородинского? Первое. Не надейтесь на то, что вас кто-нибудь купит. Строите компанию под себя, а не на продажу, которая может не случиться. Второе. Узнайте способы оценки бизнеса, поймите, какие действия повышают привлекательность. У нас, кстати, с Евгением есть такой подкаст, называется «Оценка бизнеса». Третье. Фокусируйтесь на завоевании большей доли рынка, чтобы стать заметным игроком. Четвертое. Внимательно крутите головой по сторонам в поисках интересных технологий и невероятных экспертов. И пятое. Приценивайтесь к активам не по карману. Кто знает, что случится завтра. Нужно ли что-то добавить под финал к этому важному выпуску, Олега? Честно говоря, на наших территориях интерес к сделкам МНИ какой-то нездоровый. Многие считают, что здорово с кем-то меняться, большие с малыми, равные между собой, большие с большими. Но, к сожалению, на наших территориях почти всегда это приводит к тому, что компания объединенная становится дешевле. Потому что, знаете, когда сталкиваются сильные, мощные боксеры, оба уходят с фингалами. Вот в случае сформирования коллективов фингалы и кровопотеря приводят к тому, что люди уходят. Иногда уход 5-10% ключевых людей настолько компанию обескравливает, что сделка превращается в ночной кошмар. Вот такие вот наставления и рекомендации по эффективным слияниям и поглощениям, для чего бы это вам не было необходимо. Вот Олега Ворогинского в подкасте «Трабл Шутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, заберите на другие выпуски подкаста и помните, что если вы смотрите этот выпуск, то их записано гораздо больше. Поэтому свяжитесь со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас никто не видел. Офективных вам слияния и поглощения на уровне компаний. К людям только не относите эти фразы, там действуют совсем другие законы. Удачи вам, до новых встреч. Спасибо и до встречи через неделю.